Надеюсь, что все, кто здесь собрали сегодня, все участники второй лиги будут как перед нашим собранием, так и после. Значит, всем раздал регламенты, по регламенту сейчас мы пробежимся вкратце, чтобы каждый понимал, в каких соревнованиях он участвует, какие положения, форматы, условия и так далее. После этого пробежимся по участникам, по зонам и, соответственно, потом вы задаете вопросы. После того, как всем все будет понятно, проведем жеребьевку первого тура чемпионата. Значит, давайте откроем регламенты, первые статьи, это все понятно. Начнем сразу непосредственно со статьи номер 9, что касается второй лиги. Значит, во второй лиге принимают участие все команды из Днепропетровской области. Первый этап будет происходить, первый этап это групповой этап, второй раунд плей-офф. Сразу говорю, вот как бы тут первый этап написано, что за территориальным принципом, два круга дома на выезде и все верно. Второй этап написано 16 лучших команд. То есть, эта цифра сейчас будет обговариваться, впоследствии нашего общения по количеству команд и по распределению зон. То есть, мы эту цифру как бы с вами вместе установим. Дальше, хочу обратить внимание, пункт 6. Матчи проводятся среда, суббота, неделя. Но сразу, значит, среда это резервный день на случай каких-то форс-мажорных обстоятельств. Значит, вообще у нас все игры состоятся в субботу и воскресенье. Значит, с 10 до 7 часов можно назначать время игры. Команда, которая принимает, она выбирает как день, так и время. Ну, а если вот, например, расстояние, у меня в какой-то город, получается 165 километров, 10 утра, то есть, может, какого-то ограничить по расстоянию время. Потому что, назвать мне команду игру в 10, поскольку мне выезжать, мне денег выехать. Ну, не было такого ни разу, чтобы на 10. В прошлом году была такая ситуация, агросфера, желтые воды. Было, назначили на 10 утра. Да, я согласен. Агросфера, да, да, я же говорю, что агросфера поставила время, да. Там, соответственно, ответка пошла. Да, чтобы этого не было, то есть, опять же, то есть, ну, 10 утра тут стоит такое время, предлагаю вот, когда вот такие вот расстояния, то есть, мы говорим, там, 100-120 километров и больше. Да, то есть, ну, предлагаю там 12 часов, как бы, я думаю, ну, будет нормально. Хотя, ну, вообще, в большинстве случаев по практике все игры у нас назначаются, там уже 4-5-6 часов. Опять же, это же, когда практика, когда доходит момент до узких моментов, начинается потом оно вылазить. То есть, я считаю, например... Хорошо, я просто сейчас раздал проект регламента, то есть, ну, все вопросы, которые здесь прописаны, мы можем обговаривать и, соответственно, вносить изменения. То есть, завтра уже будет, исходя из этих всех пожеланий и убеждений, ну, соответственно, и новый регламент, который уже Виктор Васильевич подпишет, и он будет уже действовать. Поэтому предложение с 12, просто, ну, прописывать как-то расстояние, там, где больше 120, это чуть-чуть, как бы, неправильно. Ну, тогда 12. Да, то есть, тогда мы прописываем здесь с 12 часов до 19, соответственно, если по договоренности, там, ну, грубо говоря, там, Майсадур играет с Орионом, да, там, где расстояние, там, 10 километров или сколько, и, ну, они хотят сыграть в 10 часов, то есть, вы договорились с проблемой, какого-то... Ну, или по договоренности, как правильно, то есть, надо как-то правильно, юридически, там, в договоренности или как-то, ну, А почему же не прописывается в 10 играх? В 12, в договоренности может быть, если одна команда против, то это работает с 12 часов, если он не согласен, то могут быть и 10, 10 часов. Потому что лето все равно, в 12, я не думаю, что кто-то назначит игру. Нет, ну, опять же, ну, это надо адекватно всем представителям подходить и относиться к другому. Ну, когда идут моменты, когда... Ну, значит, тогда будем в федерацию, если человек не понимает, давайте уже решать через Ярослава и так далее. И все, ну, я думаю, что можно устаканить этот вопрос легко. Ребята, если этот вопрос не будет прописан, то найдется какой-то дядька, до нас приехал на кубок одна команда, я не начинал игру, потому что, ну, тут, ну, не надо было мне начинать игру, надо было меня ждать. Вони звонили Ярославу, звонили, куда они только не звонили, понимаете? Вони вимотали мне так кишки, что это просто, понимаете? Хотя тут прописано, что 45 минут, можно это самое. Так что давайте мы, будь ласка, пропишем, все на украинский понимание, пропишем конкретно. Ну, я о чем не говорю, должна быть карписта. Если пища 100 км в расстоянии, значит 12. Если все нормально, значит... Саме раньше. Да, самое раньше. Саме раньше. Вы тут же и не входит, я уже 7. Я вам скажу следующее, 12, лето, ребята, впереди. То же, что вы должны понимать, в 12, солнце вот там, это на мангал выходить в футбол играть. Ну, исходя из этого и было прописано 10 на самом деле. Тогда можно с 10 прописать, ну... Нет, так прописано. А, есть 10? Так прописано, то есть с 10 изначально. А, порядок, да, значит, я думал с 12 до 19 практически, но думаю, ну, если с 10, то нормально. Тут же момент в другом. Но если у меня расстояние между... Что мы мучимся с... Да это нужно друг между другом договорить, это такое... Ярослав, ты знаешь, если не захотят играть, найдут кучу причин. Ну, естественно, естественно. Мы уже в курсе справок с этими делами, то есть начнут вываливать документы и еще... Надо чутко прописать, атаки вот, пока институт надо решить, что... Ну, я думаю, это будет касаться только второго этапа. 15 тоже мы можем поможем. Потому что если мы поедем территориально, мы будем играть. Ну, просто мне кажется, что... ну, как в восемь не были... Ну, в прошлом году он правильно говорит. Играла Юрьевка и желтые волны. Вот, так из-за этого же и началось. И кеем на 9 часов, по-моему, у нас начались. Из-за этого же сейчас и поднялся вопрос. Потому что, ну, говорят, ну, представь, это с одной стороны колыхать, в другую сторону область. Правильно. Из-за этого же подняли вопрос, чтобы на 10 часов как бы не назначать такие игры. Да, вот. Ну, если ты сам захотел. Ну, как он. Принимающая сторона все равно назначает, правильно, а? Но, если тут в регламенте прописано 12, Юрьевка назначает на 10, то желтые волны имеют право на 10 часов не поехать. Да, вот и все. Документы. Да. Как удобно. А ЖРУ мы, ну, никак мы... Ну, ЖРУ тут уже команда должна объективно понимать, то есть, чтобы ходить, что... Все, пацановни, не рубать, да, я говорю, что ты играть, все равно утре. Здравым же, конечно. Ну, давай, начнем 12. 12. 12. Это если расстояние будет 5 километров, правильно? Не важно. Не важно. Все остальное по договоренностям, то есть, если вы в нормальных отношениях, то есть, в нормальном общении договорились на 10, позвонили мне, мы прислали на 10 арбитров, сыграли, все. Едем дальше? Позднее не будет вопросов, а то скажут, нам далеко ехать, в 7 часов играть, вот это, потом мы не доедем. Да, ну, то есть... Сыграй легче, так что, будем сразу стоять? 5 часов, все, есть и такое. Так, может, пропишем, что все игры начинаются в субботу в 5 часов? То есть, нормально, все 19.00, как бы, оставляли, да? Да, да, да. То есть, суббота и воскресенье тоже понятно, команда, которая принимает, выбирает день. Среда, это резервный день. Поехали дальше. Значит, коллеги... Да. Принимающая сторона, мое право в одностороннему порядку перенести игру. На неделю. То есть, на следующий... На воскресенье, а. Все, я понял. Ну, можно же так прочитать, что на целую неделю, то есть, на следующую он может перенести. Ну, нет, вот тут именно на воскресенье. Все, я понял. Потому что в календаре будет дата стоять базовая, это суббота, суббота. То есть, можно сыграть в пятницу, можно сыграть... Нет, только на неделе. Или субботу и воскресенье. Пятница, опять же, по договоренности обеих сторон. Обеих сторон. Хорошо, дальше едем. Седьмой пункт, значит, календарь второго круга. повторяет календарь первого круга. То есть в первом круге как в первом круге, так и в девятом круге. Вы с ними начинаете и второй круг. Закончили или начали? С кем начали первый круг, с теми начали и второй круг. По практике везде используется вот такой формат. Так, дальше. По составу участников. Тут как бы вкратце написано, кто может принимать участие. Расскажу более подробно. То есть футболисты, которые играют в суперлиги в первой лиге Днепропетровской области, за команды второй лиги играть не могут. Также футболисты, которые играют в других областях, в соседних областях, то есть там Полтавская, может быть вопрос на Украину, в Царичанке. Сейчас дойду до этого. Тоже принимать участие не могут. Футболисты, которые являются профессионалами, играют в составе команд мастеров, то есть там ФК Никополь, который в втором роли, тоже эти футболисты не могут играть. Дети, юноши, которые играют на чемпионат Украины посреди Дюфл. могут играть за команды только дочерние. В данном случае дочерних команд у нас нет. То есть они тоже не могут принимать участие. Единственное, что дозволяется, ну опять же, вот пункт 8 и пункт 10, в принципе, он друг друга дублирует, повторяет, то есть то, что я сказал, до 19 лет дочерние клубы могут играть профессионалами. У нас просто парнишка сейчас заканчивает в Кременчуге, ну он уже заканчивает, у него две игры остаются в Украине и все, то есть он свободный. То есть я его могу после этих двух игр дозаявить в команду? Объясняю, потому что трансферный период, значит, сейчас мы до этого дойдем дальше. Срок заявки у нас будет прописан. Первый круг и второй круг. Сейчас здесь срок заявки у нас прописан до 15 мая. Почему? Да, этот срок придумал не я. Заявка второй лиги планировалась изначально. Не будет у нас скандаловаться. Заявка через базу Федерации футбола Украины. Сама Федерация футбола Украины выставляет нам определенные даты, то есть периоды, когда мы можем заявлять футболистов, отзаявлять и так далее. Для нашей области в этом году первый круг с 1 апреля по 15 мая, второй круг это целый август. Но для команд там Суперлиги и Первой лиги, которые начали чемпионат 29 апреля, ну все здорово, все хорошо, правда? То есть они успели заявить, там два тура сыграть, от кого-то дозавить и так далее. Для команд второй лиги, ну, увы, так как старт у нас только 13 мая, я понимаю, что за два дня дозаявить кого-то, ну, заявить, дозавить, успеть, то есть практически нереально. Поэтому предлагаю чуть-чуть отойти от этого формата, как бы сделать срок заявки до 1 июня. Так а смотри, тогда у нас мало это попадает. Если попадает в эту дату, то есть он там заканчивает играть, последняя игра там грубо говоря... А что значит, зачем, как понять? Объясняю, есть команда... Нет, на примере Кривбаса возьмем. Есть команда для США 1 Кривбас 84, которая играет на чемпионат Украины среди юношей. То есть там у них все возрастания, у 17, у 16 и так далее. Заявляется на чемпионат области играть команда ФК Кривбас, под которой это школа, грубо говоря, Академия. Соответственно, в этот ФК Кривбас могут заявляться люди с этой школы, ФК Кривбас 84. Только так. То есть Интер не является дочерней командой ни для кого здесь присутствующих. Хотя он не живет в огородах у меня, да? Где бы он не живет. Не, ну да, он же там уже стоит же на изюбине там. Да, он стоит там, он заявлен за ту команду, то есть я его, вот если по базе, я его не могу заявить, там, грубо говоря, заявка появлена. Так, по срокам тогда мы сразу определили, да? Заявка на первый круг до первого июня, заявка на второй круг весь август. С 1 августа до 1 августа, да? Так, дальше. Ну сразу вот статья 10 Кубок области, кратко пробежимся по Кубок области, значит... Подожди, еще я расскажу, с 15 лет могут брать? Да, футболист, то есть нет возрастных ограничений, то есть если, опять же, по порядку заявки сейчас дойду, если 15 лет, соответственно, нет у паспорта, копия свидетельства о рождении и фотографии, это не на 4 км. Все, поэтому вопросов нет. Статья 10 Кубок области. По Кубок области, значит, в прошлом году, ну как на меня получилась замечательная практика, то есть 3,64 команды, полноценная 1,32, ну там одной команды не хватало, то есть одна только вышла сразу напрямую в 1,16. В этом году затрудняюсь пока сказать, как оно будет. Два варианта, сразу озвучиваю, какой из них уже получится, то есть в понедельник будет понятно. Первая, это у нас опять же 64 команды, 1,32, первые два, две стадии, 1,32 и 1,16, значит, на вылет из одного матча, и, соответственно, команда, которая принимает, ну, из низшей линии, как это было в прошлом году. То есть если Локомотив Петтихак играет, грубо говоря, там со штурмов, да, то есть вы, ну, соответственно, первую игру принимаете дома. Это 1,32 и 1,16. 1,8, слепой жребень. А если с одной лиги, то же слепой жребень. Четверть финал, полуфинал из двух матчей состоит. Тоже по жребьевке, кто первый, кто второй. У ферма тоже 2 матча? Два матча, четверть финал и полуфинал. Если же 64 команды не собираются, не набираются, то есть сразу мы делаем предварительный раунд. Сеянные, ну, в первую очередь, естественно, Суперлига уходит Сеянные, там во вторую очередь, то есть там первая лига, в зависимости от того, там, сколько команд, то есть там верхняя часть, то есть там первая, вторая играют все остальные. Да, да, все играют остальные предварительный раунд за выход в 1,16 финала. Первая стадия, либо 1,3,2, либо предварительный раунд состоится вот уже 20,21 мая. То есть вот на этой неделе вы стартуете первый тур, первый тур второй лиги, следующей неделе у вас уже кто будет участвовать на Кубах. Когда надо последний, когда сказать? Сказать за Кубах? В понедельник. Ну, вот который базовый. Да, по срокам, то есть в понедельник, я еще все команды обзваниваю, собираю заявки. Во вторник мы собираемся, делаем жеребьевку на 20-го поехали. Так, по Кубку, значит, по заявке на Кубок. Заявка может повторяться, то есть как на чемпионат, так и на Кубок. То есть заявили, вы там 30 футболистов, все футболисты играют за вас на чемпионат, все эти же футболисты играют на Кубок. Есть случаи, например, вот Титан Вальногорск, приеду пример. В прошлом году на Кубок заявилась команда Агробизнес, не помню, какой населенный пункт, но не важно. Вот. И вот они... А? Заря, наверное. Ну, не важно, и они заявили, сделали заявку на Кубок, которую ввели в свой состав 5 человек, которые играют на чемпионат за Титан Вальногорск, не вопрос. Но в это же время Титан Вальногорск должен переделать заявку именно отдельно на Кубок. Или не играть вообще. То есть на Кубок может быть другая заявка, но один человек на Кубок может играть за другого. Но вывести вы заявку тех, кто будет играть за другого. Именно на Кубок. Все, по поводу Кубка в принципе понятно, тут если какие-то вопросы, вкратце все описано, что, когда и как. По времени что же самое, да? Ну естественно. Так, статья 12, значит, ну Суперкубок тут не интересно, статья 12, порядок заявки. Первый пункт сказал уже, что один человек может играть только за одну команду. Значит, паспорта футболистов, многие в прошлом году как бы с этим столкнулись впервые, как проходит порядок заявки. Каждая команда привозит заявочный лист, который представлен на самой последней странице. То есть, кто не видел, можно посмотреть. В который можно вносить 30 футболистов, фамилия им, отчество, дата рождения, напротив каждого, печать врача. С этим заявочным листом представитель команды приезжает ко мне на федерацию. Мы проверим, кто есть в базе, кто играл там в прошлом году, позапрошлом году на обыск. Они в базе есть, мне больше ничего не надо, я их вношу в заявку, все хорошо. Если человек принимает участие первый раз, я думал, у Ориона будет много таких футболистов, у каждого футболиста приносится копия паспорта и фотография 3х4. Либо просто там оригинал можно привезти, то есть я отсканирую, фотографию оттуда сниму, как бы вставлю. Я в свою очередь делаю заявку, на которую ставлю печать областной федерации и выдаю паспорта футболистов. Многие спрашивают, а можно я проштампую визу врача и эта заявка у меня будет на игру, то есть с визами врача. Нет, ответ нельзя. Исходя из того, что сегодня уже среда, мы понимаем, что через два дня старт чемпионата предлагаю всем на первый тур обойтись вот этими заявками с печатями у врача. Потому что физически 20 команд, которые планируют участвовать, я понимаю, что как вы можете не успеть сделать, так и мы физически за два дня не успеем все игры назначить, как бы расписать графики на выходные, плюс еще заявить 20 команд. А тем более, если команды новые, то заявка длится около двух часов новой команды. Соответственно, предлагаю дать срок до 20 мая по правильной заявке, то есть с печатью федерации, паспорта футболистов и так далее. Первый тур с играть уже по заявкам с визами врача. Если вдруг у команды соперника будет возникать какой-то вопрос в первом туре именно, по тому как проверить подставной игрок, который может играть в суперлиге или в первой лиге, то есть элементарно, можно написать протест, можно сфотографировать команду футболиста, предоставить сюда и мы уже здесь будем проверять, кто играл. То есть у меня есть заявка, которая просто, я там написал, там бабочки, варенки поставили, то есть игрок должен все равно паспорт или какой-то документ, если у него нет карточки, что он должен с собой иметь, паспорт или что-то? Купью паспорта и фотографии. Или оригинал. Вот футболист должен взять оригинал, правильно? Сто процентов? Да, это да. Вот на первый тур. Если у него нету, здесь есть такая заявка, но нету паспорта, тогда можно... Конечно, если у него нету паспорта, то я ничего, ну выбор. Уже машину продал и привез. Ну опять же, это как бы, ну арбитр вот в первом туре не будет именно приезжать и требовать там с обоих команд. Вы давайте то? Вы давайте то. Если какой-то спорный вопрос, естественно, да, у футболиста должен быть это... У меня есть вопросы по этому вопросу, можно? Спрашивайте. В прошлом сезоне с карточками были большие вопросы. Так. И получается, что я как бы, ну там и в себя в Магдалинице, до людей приезжал тоже. Так, я прошу покажите, и получается тогда враг, понимаешь? При начале игры уже получается, я враг и уже судья то, и оно получается, ну уже это вот как бы, ну, некрасиво. Не, все равно, нет. Я согласен с вами, брат. Ну, так, смотрите, можно так сделать, чтобы это было, допустим, с другого духа, значит с другого духа. С третьего, давайте договоримся, чтобы с третьего духа. Ну, чтобы судья в обязательном порядке инициировался сам. Вот можно так сказать? А ты можешь платить перейти? Так в прошлом году во Вкоролине так и было. То есть у нас перед каждой, каждой столовой ездила так паспортно. Я маю на увазе, чтобы инициатором проверки заявки и паспортив был не я, не он, а был именно судья. Вот это я, пожалуйста, прошу вас. Есть ответы? Есть ответы? Да. Хорошо. Чтобы сам судья. А то судья приезжает, и мне это все равно. Извините тогда, ну сыграли товарищеский матч, чтобы не зря ехали, 3-0 записали. Это же тот же момент, если он на поле пока не вышел. Пока не вышел на поле. Тот человек, у кого... Вот его проверили, он нету. Ну, логично. Не, логично. А если вышел на поле? А тогда уже все, тогда товарняк. Тогда уже товарняк 3-0. Если у вас 8 карточек, будь ласка, выходит из 8, играйте 8. Да, да. Это не значит, что... Вопросы были в том году, потому что паспорта в том году именно не делались. А у меня выходили дети 15-летние. Какие надо были от него карточки? Они делались только, ну... Не делали после них. Они не делали. Когда вы получили паспорта футболиста в прошлом году? Позапрошлом году. Позапрошлом? Позапрошлом? Ну... Позапрошлом году. Позапрошлом году. Позапрошлом году. У него после первого тура. Ну... Дальше. 20-21-го. Это Кубок области. Там заявка уже по-любому должна быть. То есть это уже единая для всех команд. Там как Суперлиги, Первой Лиги и так далее. То есть уже тут за полторы недели можно сделать. А начиная с 28-го мая на матчах Второй Лиги перед каждой игрой арбитр проверяет у каждой команды документы. Ну все. Поехали дальше. Городской проходит паспорт. Да. Вот эти паспорта сейчас... Нет, там городской. Там городская, а печать областная. Ну, отлично. Пока Федерация области и города работает в одном ключе. То есть эти паспорта проходят и на второй лиге. Так, дальше. По поводу вот статьи 14. Хотелось бы опять... Нет, давайте вот в начале 13. Клуб, который принимает, должен обеспечить. Значит, команды арбитров и инспектора здесь для матчей в Суперлиги написано. Не берем участие раздягальнями, душевыми кабинами с водой, чаем и питьевой водой. У кого-то есть в этом проблемы? Да, да. Есть. Душевыми кабинами, да? Ну, опять же. Нет, ну вода там пойдет. Можно еще. Хорошо. Если нет раздевалки. У нас раздевалки нет. У нас раздевалки нет. Да, и у нас. У нас нет. У нас нет. Вот такое местечко, хотя бы, где можно берететься, и команда там не оглядывается, что там сейчас. Принимаем такие условия. У вас же есть раздевалки. Ну, как это так? Ну, как я понимаю, у вас вообще есть. То есть переодеваться на... Не, ну, у них вилятом тоже здание. У них вилятом тоже здание. У них грустно. У них пула получается. То есть там момент. Если мы договоримся там дальше, то мы... Хорошо, но принимаем условия, то есть реальные, которые есть для команд, чтобы потом в этом вопросов не возникало. Да, да. Чтобы потом не говорили, как бы, там мы не успели там сделать или так. Нет, ну, хотя бы она какая-то хоть какая-то. Конечно. То есть реальная. Ну, чтобы близкая футбольная группа. Ну, исходя из того, жалко, что нет Верхнего Днепровска сегодня у нас собрание. Ну, поле постриженное. Последнее, ну, тоже. Потому что бывает. Понятно. А как? Как определить степень подстрижки? Нормальная степень подстрижки. Если я, допустим, буду платить за искусственные поля в Днепре, то я хочу, соответственно, приехать на игру, которая будет относиться. Ну, дружище, я себе объясняю. Вот давай так. Ты платишь за искусственное в Днепре, ну, приедь к нам за 150 км от Днепра и найди нормальные поля. Ну, да. Подстриженное. Подстриженное без вопроса. Тут вопрос, по-моему, взять кассирку и посидишь. Я в первую степень для себя, конечно, стрелью. Ну, именно, если там Качкарь, я тебе говорю, Качкарь вынесли ничего с ним. Сегодня он договорился, стоит он каток. Жду, с дождя. Сейчас дождь пройдет. Я в Качкарь ничего не говорю, у нас такой же поля вы реально принимаете. Нет, тут один момент был, только там, когда я играл. Просто за траву. Ну, понятно, что если он уже по колено, то... Да, там по колено траву. Когда мяч не видит. Когда мяч не прокинешь потратить. Да, если судья приехал мяч кодить, а играть можно. Все, закопал создатель. Ну, это понятно. Ну, вопрос к чему был. Вот к последнему пункту. То есть, чергувание противников МВС. Для забеспечения МВС КВП. Врачу. Не, ну, врач это... Врачи... Мы в прошлом году играем на выезде. Ну, Васильков. Ломают вратаря. Врача нет. Судья продолжает игру. Мы фраируем. Никакого не поражения нет. Нет, это судья. Это судья. Он не должен мачать игру. Ну, конечно. Это судейский корпус. Пока нет медперсонала. Да, это судейский корпус. Такая у нас баранка была. Никто нам две очки вернулся. Ну, понятно. Если раз отстоялось, уже никто их и не вернулся. Нет, надо было жалобу. То есть, это имя и комитетов. После этого. А сразу жалоба. И все равно. Ну, против нас жалобы прошли все эти. Чтоб ты понимал. И три очка у нас забрали. В здоровом месте. Глубоко ты договаривался. Вот, по милиционерам. То есть, я вот к этому и зашел. В прошлом году не было. Не было. Мы для своих играем, а ты в роликах не ты на искусственном условии. Практически надо ехать. Хорошо. То есть, мы делаем обязательные условия червования противников ФБС или нет? Это очень важный вопрос на самом деле. Мы, например, как федерация даже напишем, да, там, или клопотание, или что. Ну, а если они не придут, то что из-за этого я проиграюсь, у меня нет смысла в начале милиции. Поражение шульс не поставите там. Вы ж милиции. Если арбитр не начнет игру, напишут, что согласно регламенту отсутствовали противники МВС на игре, и он из-за этого не начал игру, КДК примет решение 95. Вот это обсуждаем сейчас. Ну, ребята, я вам скажу, у нас милиция такая, я в прошлом году бился, бился. Не то, что я там не хотел. Я бился. Они просто приезжают на второй тайм. И пиво приезжают. И сидят, да. И сидят перекурили. Ну, то есть, такое ощущение. Если пойду в милицию, начальника милиции зовут Никакой Татьяны Болельщик выбежит и будет моего игрока в Духласне. Ну, вот только. Но тот момент, что начальник милиции напишет, что Татьяне поставит людей. Это тогда люди описывают. Это же решается на условиях. То есть, можно сделать, как в прошлом году сделала Федерация областная. Они написали письмо именно на федерацию. Комментательные – это хорошо. Я сейчас беру случай. Минуточку. Ребята, вот как сделали у нас в прошлом году. То есть, в Пятихарте. Как после нового события в Верходнепровске Федерация футбола написала нашу милицию письмо, что просим на игры, проходящие на территории района, чтобы обслуживала там, ну, ряд милиции. И тогда с этим было немножко проще. Я думаю, если вы поможете, то… Да. Если вы там сделаете официальные письма про отделы. Я в том же. Мне кажется, официальные – это обязательно. Не, это обязательно. Не, ну, может быть там у кого-то проблемы. Может, у кого-то какие-то моменты. Да, я вот именно о моментах не говорю. Ну, то есть, я понимаю… Ты сам понимаешь, что она в этом году будет, опять же, требует нам, блин, присутствия милиции, скорой помощи. Возвести. Возвести. Воздушный шар. Возвести. Воздушный шар. Ну, и всё надо будет. Нет, не обязательно. Рекомендация. Возвести. Возвести. А если трезвый? А если судья скажет, ну и фирмал поставили, ай, трезвый переиграл. А если что? Ну скажет судья, ну ударили там, кинули, кинули мяч. Нет, ну здесь официально. Ты команды убиваешь в поле, ребята. Проблема должна быть отца. То есть должен решать, кто в парней матче. Судья официально пишет. После каждой игры он же заполняет. А ты туда вписываешь. После того, как моего игрока прибили, грубо говоря. А вы уже пишете потом отдельно на листе А4. Ну ты ему какую-то, ну все равно, что это же арбитру прикрепляется. Ну вообще, по идее, это надо приезжать здесь писать. Ну я понимаю, что с Пешатранска ехать сюда писать. Слушайте, мы вышли по первой лиге. Там, где есть видеосъемки, мы вообще уходим от каких-то моментов. Там, где на видео все это видно. Ну я понимаю, что в второй лиге это все не с руки. Но вообще на будущее. Я думаю, что на будущее. Надо думать о том, чтобы эти игры снимались. Я не говорю про сегодня. Но это нас всех избавит от кучи проблемных моментов. У нас было, сколько у нас было раз, когда и за арбитром бегали, и друг с другом дрались на монтажнике. Я помню, там такие были. И в замедленном повторе смотрели, кто кого. Там толпа на толпу. Да, там по шесть человек в драке было. Поэтому на видеоповторах видно, кто провокатор, кто поддерживал, кто пытался. Ну это все видно. С чего это все начиналось. То есть если есть возможность в видеосъемки. Да. Если есть возможность, это избавит от многих проблем. Ну это тоже можно. Я приеду в Юрьевку. Буду играть с Юрьевкой. Приеду в Юрьевку. Не будет. Юрьевки нету. Ну я грубо говоря. Набью своему игроку морду и скажу, что я из Юрьевки. Получу победу и уедем. Это уже маразм, да, если честно. Ну оставить это все за просто представителями команд, навести порядок на стадионе. Получил кто-то в голову. Значит получили... Вася, иди сюда разобраться надо. Какой порядок? Ну значит надо судье подходить к судье. Подходить и решать этот вопрос. Вы стоите и команда зовут, а они сидят специально бухают, чтобы выйти по калашмолу. Ну значит обращаться к победе и не судья и принимают решение продолжать эту игру или не продолжать. Я же спрашиваю, кто будет принимать это решение? Арбита? Арбита. Это единственное официальное лицо от федерации на этой игре. Ну либо предложение вести инспекторов на каждый матч. Но это дополнительные расходы. 100%. Зачем? Пусть арбита решает. Нету милиции и он будет смотреть играть. Арбитр закон. 90 минут. Ну так это и так... Это и так есть. Да можно сказать, как говорил товарищ Орбит. Так еще не уверен, что он уедет потом оттуда. Не, ну давайте не будем шутить. То есть это реально уже для крайности. Здравствуйте. Футбол напились, пришли, кидают, орут. Я говорю, что вы участвуете в турнире в каком? Под эгидой федерации. Потом КДК будет рассматривать момент. Кто напился. Кто напился. Куда что. Есть нормы КДК. Что за что. Кому с поражением. Победу. Это все же прописано. Есть куча нормативных документов. Это команда передового должна обратиться к болезни. Если вас побили, вы пришли и написали. Я написал. Нас побили. А судья написал, хотели побить. Но нет. Судья пишет, почему матч остановился. Расписывай все эти моменты. Человеческий фактор в любом случае. Если я сейчас скажу, что должны червовать противники МВС. Они придут. И как Заварыч говорит, они будут просто стоять в стороне и смотреть, как это все происходит. Где тут факт того, что вас при них не побьют. Да. То есть факт того, что он как-то вмешается, тоже нет гарантии. За братву не пойду. Все. Милицию убираем. Судья отвечает за все эти разборы. Нет. Если нет возможности, отвечает за милицию, то... Нет. Пытаться принуждать их надо. Но так как они у нас работают, то... Через федерацию районную. У нас, допустим, в Мадалиновске. Это прописано, чем было в прошлом году. Единственное, что я им должен поздать федерацию календарь. И Виктор Романович, то еще... Они аж просят. Возьмите меня, возьмите меня. Победать на футболе. Там берите, это же хорошо. Почему нет? Нет. Ну это хорошо. Вам в форме приходили. Кепки еще. Мы напишем. Но просто быть должен всем районным. этим участком. Это очень тяжело. Нет, Виктор Романович. Может просто именно на районную федерацию? Ну, я вообще не знаю. Давайте сделаем шаблонное письмо. И на каждую районную федерацию сделаем. Районную федерацию? Да. А они хоть решат этот вопрос. Они что же там что-то сделать, Жене? Давай. Ну, это было... Один милиционер в любом будет. А если один милиционер будет присутствовать, то все равно будет мало. Поймите, он хотя бы побачит, кто первый и тот. Понимаете? Потому что если... Ну... Нет. Так а кто приедет? Нет. Но потом попробуй докажи. Видеосъемки нет. Попробуй докажи, кто прав. Ну, я думаю... Хорошо. Мы сделаем письма на районную федерацию. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Хорошо, Ярик. Смотри, если мы принимаем на Ленина или Монтажники, где, на кому нам обращаться по милиции? Ну, начальник. Мы вас будут соревноваться. Да, соревновать. Я вообще думаю, что этот личный вопрос сейчас поднимается. Мы ни о чем разговариваем. Ну, пока не было ситуации в Верхнеднепровске. Я тоже считал его лишним. Ну... Тут именно вот об этих вот матчах. От этого не уйдешь. Я понимаю. Будет с милицией и без милиции. Я понимаю. Я тебе объясню. Даже приехала милиция. Ну, все равно они своих отстаивают. То есть они не разбирались ни в чем. Они своих закрыли. Говорят, вы не правы. Все. Ну, и как ты там... Не, ну, хотя бы прекратилось. Они приехали уже все прекратилось до того. Они приехали и так. Просто... Хотелось бы просто еще малиго чемпионов. Они своих оттягивали. Едем дальше. Стадия 15. Определение мест команд в турнирной таблице. То есть это по поводу первого этапа, группового этапа, о котором мы говорили изначально. Значит, естественно, что первый показатель, по которому определяется место команд, это количество набранных очков. Второй – это количество побед. Потом разница забитых пропущенных мячей. И наибольшее количество забитых голов. Если у трех команд, например, одинаковое количество очей, тогда вступают в силу между тремя командами. То есть смотрится вот уже пункт 3. А потом мячей только, да? А потом уже мячей. Ну, правильно. Дальше. Награждение пропускаем. Это посчитайте уже как бы сами. Кто, как кого награждает. Так. По переходам футболистов. То есть, опять же, в этот трансферный период, о котором мы проговорили, можно забирать игроков там в Суперлиге, с Первой Лиги и заявлять за себя. Но, соответственно, они должны там отзаявиться, да. Как всегда. Хорошо. По поводу неявки команды на матч. То есть, есть пару таких мнений. Нет, пару мнений. Одни считают, что если команда два раза не выехала на игру, ее нужно снимать с чемпионата, а после двух не выехала. Некоторые говорят, бывают форс-мажоры, мы хотим, чтобы третий раз еще нам дали шанс выехать на игру. То есть, ваше мнение. Я лично считаю, что если команда один раз не выехала, это случайность. Если второй раз команда не выехала, это закономерность. То есть, соперник готовится к игре, соперник там размечает поле, да, там болельщики не ходят. Косит. То есть, косит поле, да. То есть, один раз не приехали, то бывает. Правильно написано, снять три очка на второй раз. А на третий, опять же, мы же не знаем, кто-то умысленно, кто-то. У меня был такой момент с Васильковкой. Я только хотел Васильковку привести. Когда я вчера им звоню за день до игры, едете, едем. Все. Игра ничего не решает. Ну, я это знал прекрасно. Но, едете, едете. Приехали арбитры из Днепра. Мы все подготовили. Они звонят, мы не приехали. Ну, слушай, ну ты вчера… Игра ничего не решает. То есть, пункт, который прописано про три очка, наверное, что здесь неуместно. Ну, как на меня. Ну, опять же… Если команда борется за первое место, естественно. Опять же, команду выгонять со второго раза тоже неправильно. Ну, второй раз… Ну, давайте штраф введем. Или же пускать какие-то, да, финансовые потери. Штраф и минус три очка. Ну, если он ко мне не проезжает, а я тоже не судим. Пусть он покроет мои затраты. Пусть он перекроет мои затраты. Сколько они должны вам заплатить? Ну, образно. Ну, плюс-минус. Ну, ты же знаешь, арбитрами… Арбитрами и… Ну, как? Арбитрами… Арбитрами… А плата арбитрами… 1200-1300 где-то… Ну, где-то, да. Полторы тысячи гривен, я думаю. Да, полторы тысячи. Две тысячи. Тысяча только арбитрами. Ну, полторы тысячи. Ну, это так, ну, по-людски. Чтобы это не было там… На этом не зарабатывать. Хорошо. Стравка… Это не парыжные же отношения. Кто не приехал. Федерацию сдать, а Федерация принимающей команде должна отдать эти деньги. Как? Ну, а если в такой момент я ехал и сломался автобусом. Я еще автобус потерял. Какой головняк это будет. То есть тут надо ставить, вот, мне кажется, тут классно. Написано, второй раз минус три очка. Минус три, да. А третий уже без шрафа. Без шрафа. А первый раз просто поражение засчитать. А второй раз поражение… Первый нет. Второй минус три очка. Третий просто спасибо, до свидания. Ну, первый просто 0-3, понятно. А, первый поражение. Почему первый? Нет, первый может быть форс-мажор. Ну, каждый бывает. Ну, все равно, все равно, счет за 3-0 и игра сыграно. Ну, просто переигровку в первый раз. Нет, нет, первый раз нет. Не явка поражение. Только переигровка. Нет. Худо же так подгасить для солярки просто. Нет, нет, нет. Переигровка нет. Ну, первый раз поражение… Тогда первый, второй раз 0-3. Бывает, Жижин, второй. И второй раз еще минус три. Минус три. 0-3 и минус три, да. И третий раз счастливого пути. Все, договорились. А кто судейство платит? Ну, у тебя уже 0-3 поставит. Да. Ты плати судей уже и радуйся, что ты сыграл. Да, три очка, что… Ты уже три очка заработал, да. Так что судей уже оплатишь. Уже если бы, например, с Васильковки бы сняли тогда 3 очка, то я бы их обогнал в таблице. То есть, а тут вот этот момент, может, они не приедут. Или они Васильковка осеняли Тоски район. А, понял. Ну, какая разница? Смысл в другом. Так, хорошо. Статья 19. То есть, тогда первый пункт об этом и говорит. Что после трех неявок команда снимается чемпионатом. Значит, если команда… По важной причине. Что по важной причине? Ну, например, приведу случай от Суперлиги. На этой неделе будет перенесена игра «Авангард Арджиникидзе» по кругу ФК «Кривой Рог». У «Авангарда», там, День Метаургана, сколько я знаю, там, какого-то числа. У них по всем ГОКам по стране мероприятие запланировано там, они, по-моему, в Запорожье. Они предварительно, ну, заранее предупредили, что в эти даты они не смогут играть. У них уважительная причина, прислали письмо на Федерацию. Это и есть уважительная причина. То есть, как говорим, надежда. Когда Ярослав в прошлом году Михаилу Михайловичу надо ехать на воле. Он переносит все игры, блядь. Никто у нас не играет. Две-три недели Михайлович на воле. Это не по важной причине. Это не по важной причине. Это по договоренности. По договоренности двух команд такие причины могут приветствоваться. Мы три недели не играли из-за этого. Он, наверное, позвонил вам, попросил. Сначала игроки павлоградские поехали за Павлоградурой играть. А потом Михайлович поехал. И месяц с Петропавловкой играл. Он звонил вам и просил. Давай перенесем. Было дело? Обоюдное согласие вот это уважительная причина. Если он тебе позвонил Михаил, ну я не знаю, это ваши там какие-то местные. Если он тебе позвонил Михайлович, говорит, дружище, мы перенесем. Ты говоришь, ну Михайлович, едь на море, перенесем. Вы позвонили в федерацию футбола, Ярослав, мы переносим. Ярослав понимает, это уважительное быть не должно. Нет, почему? Я вам объясню, ребят. Чтобы мне сыграть в июне календарную игру, мне надо в мае взять календар и идти по шахтам, по участкам, переносить выходные, ребята. Я это прекрасно понимаю. А потом, когда я перенесу эти выходные, Михайлович захочет на море, а Ярослав скажет, ну хорошо, едьте на море. А я буду сидеть с выходными и искать календарную игру. Если ты не даете согласие, это уже не будет. Да, я не могу вам сказать, что это он уехал на море, он не будет. Если в одном стороннем порядке, это неуважительное. Если с этой стороны, то нельзя, но я скажу. Если с другой стороны, а в Сочи, так тем более. То есть по договоренности есть, да, нет, значит, ну... Обоюдно, если есть договоренность, это уважительная причина. Если одностороннее, то кто-то настаивает или заставляет. Ты можешь сказать, ребята, 0-3 с счастливого пути можно не приезжать. Езжайте на море, но 0-3 вам мы зло пишем. Да и все. И первая неявка. И первая неявка. И первая счастливого пути, да. Так, по количеству игр, то есть если команда отыграла половину игр уже по календарю группового этапа, то в соответствии с третьим пунктом статьи 19 в остальных играх просто плюс-минус засчитывается. Да, да. Если меньше, то результаты аннулируются соответственно. Ну, как Заря у нас в прошлом году? Да. Опять не продержать. А, не продержать. Две игры вообще-то. Мы сняли и аннулировали результаты. Вот голову пропустили. Заря у нас первый круг в прошлом году играл, а второй. Давайте идти дальше. Дальше. Статья 21 право наступности. Это почитайте потом сами. Так. Статья 22. Значит, вкратце расскажу. В рапорт арбитра вносится в заявки на игру 18 футболистов, 11 основных, 7 запасных. То есть, соответственно, каждой команде разрешается в матче делать 7 замен. Все футболисты должны быть заявлены, иметь паспорт футболиста, либо оригинал гражданского паспорта или водительских прав. То, что мы говорили, перед каждой игрой футболисты строятся с документами. Дальше. Если в рапорт внесен футболист, который дисквалифицирован или не заявленный, даже в состав запасных, и даже если он не выходит на поле, все равно команде засчитывается поражение 3-0. То есть, если человек внесен рапорт, он является участником матча. Участник матча может быть только заявленный. Так, дальше. По экипировке, в принципе, понятно. Форма кто? Форму, значит, меняет принимающая сторона, да. Логика здесь такая. То есть, кто дома, можно найти какую-то форму. Если команда приехала уже с одним комплектом. Да. Манишки можно. В крайнем случае. Нежелательно, но можно. Дальше. Статья 24. Хотелось бы обратить внимание на пункт 4. Во-первых, пункт 2. То, что мы проговаривали, когда говорили за милицию. Клуб несет ответственность за поведенку футболистов. Футболистов – это официальных осип своей команды. Значит, то есть, непосредственно за своих футболистов отвечает тренер, команда, клуб. Пункт 4. Значит, официальные представители команд, которые нарушили дисциплину, толерантность к официальным особам. Инспектор, опять же, для суперлиги. Арбитрам, соперникам, представителям СМИ или зрителям должны, вернее, заплатить на федерацию денежный взнос в размере 1 тысячи гривен. Насчет федерации областной. Для чего это сделано? То есть, в прошлом году, не буду называть у кого, ну, какие команды в какой лиге, но были случаи, когда тренер команды стоит и вот так вот за спиной ассистента, и вот 90 минут облагает матом. 90 минут он поорал, матом его обложил и ушел. На этом все закончилось. Сами команды, то есть как суперлиги, так и первой лиги, предложили внести этот пункт для более корректного поведения именно представителей команды. Потому что футболиста мы можем удалить и выгнать с поля. Тренера как бы, ну, в нынешних условиях, понятно, что его удалять просто некуда. А кто решается? Значит, решает это арбитр и вопрос вносится на КДК. То есть, если он отмечает это в рапорте, что там меня всю игру там. То есть, свидетель, не свидетель, ничего. Арбитр решив, что сказали не так. Вопрос выносится на КДК. Нет, это официальные представники команды, которые внесены в протокол. То есть, если я выдержал вас, крикну, он уже может записать. Он может записать это. То есть, вопрос поднимается на КДК. Я заранее обзваниваю представителей команд, когда вопрос есть на КДК. Вы не имеете право приехать поприсутствовать, как бы высказать. Ну, уже решить дальше. Нет, но я скажу, что, допустим, все в этом. Просто в разной форме. То есть, нужно судейству на этом играть, я скажу, с судьям. Опять же, смотря какие судьи. То есть, я по прошлому году, я тоже понял. То есть, когда он должен был передать документы, он не передал. Он говорит, они меня материли, я не передал. Вот это когда он с пакетом документов приехал. И тоже, ну, то есть, и как я докажу, что это не так? Кстати, судействие нужно перешать на оттуда. Потому что судействие, ну, то есть, и тогда КДК решило, нам 0-3 записали просто со слов судействия. То есть, хотя на самом деле им надо было вилку в задницу самим засунуть, потому что они должны были передать это все дело. Ребята, насчет судействия, я скажу. Кто не согласен с судьями, берет свисток. Так, да. Нет, я имею в виду власть в эту шкуру и свистит. Нет, я скажу по-другому. То есть, у нас проводится школа арбитров, есть молодые арбитры, есть, но есть момент, то есть, сейчас, на данный момент проходит премьер-лига Украины, первая лига Украины, вторая лига Украины, чемпионат среди аматоров, детско-юношеская футбольная лига Украины, супер-лига Днепропетровской области, первая лига Днепропетровской области и по рангу лишь потом, на седьмом месте, идет на восьмой, вторая лига области. То есть, возможно, к вам будут приезжать ребята, которые только вот закончат в мае школу арбитров. Если будет возможность прислать вам повыше, никто же их как бы не будет держать. Если кого-то не устраивает уровень арбитража, очень жаль, но заявляйте сюда в другие соревнования. Ничего сделать просто здесь не можно. Нас просят чемпионаты районов прислать наших арбитров. Московский район, Солонянский район, Синельниковский район иногда. Часто приходится отказывать, потому что ребят просто нет. Конечно, эти соревнования уже на последнем месте. То есть, уже кто остается, тех мы туда и отправляем. Поэтому по арбитрам вопросов всегда будет очень много. Никогда этот момент не будет обсуждаемый. Ошибаются и в полуфинале Лиги Чемпионов на самом деле. Ну опять же, здесь сделать ничего нельзя. Кого не устраивает, ну ничего. Я имею в виду, что если представник команды когда-то был в этой шкуре, я не имею в виду, что ты возьми и суди эти команды. Нет. Я имею в виду, что когда он был в этой шкуре, он будет судью понимать. Так что тут. По поводу 5 тысяч рублей, то есть, поверьте мне, если вы ему два раза сказали какое-то плохое слово, никто на вас ничего писать не будет. Тут имеется в виду случай, когда 90 минут человек стоит, тупо сзади него. В 90 минуты тупо покрывает его матами, унижает, оскорбляет, угрожает и так далее. Тут именно в этом случае. А мы все равно поменяем. Так. Никогда не будут понимать судьи, потому что приезжают человек, да. Вот это, кто увидит с вертолета, и рассказывает, что это 23 пункты. Едем дальше. Пункт 27. Лига чемпионов перенес. Статья 27. Протест. Значит, опять же, мы приняли решение перед каждой игрой проверять документы. Но в любом случае будут такие моменты. Дай Бог, чтобы их не было, но они будут. Когда представитель команд будет вручать карточку похожую другому футболисту, чтобы тот выходил под чужой фамилией и играл. Если, как бы, команда, соперник заметила этот прецедент, то есть, есть. Какой порядок подачи протеста? Сразу после матча вы, как представитель команды, подходите к арбитру и говорите, что я хочу подать протест на эту команду, которая выпустила такого-то, такого-то, незаявленного, дисквалифицированного, может быть, игрока. После этого, опять же, я понимаю, реалии в трой лиге, то есть, там, приезжать, ну, грубо говоря, игра была в воскресенье, в понедельник, там, приехать человеку с Першатравинска сюда написать протест, ну, наверное, не очень даже правильно, да, гонять, там, тысячу гривен, выбрасывать на тот же прорисный бензин. Поэтому в этот же день, то есть, можно взять сразу на месте чистый лист А4, написать на председателя КДК, ФДО, там, то есть, позвоните мне, я продиктую, там, как правильно это оформить, пишите протест на листе А4. Сразу говорю, в рапорте арбитра команд, представитель команды ничего не пишет. То есть, в рапорте пишет только арбитр. Вы к этому приваживаете на листе А4 просто протест заявление. Дальше, то есть, это все арбитр привозит, там, на следующий день ко мне на федерацию, да. Что к этому? То есть, в любом случае, должна быть либо видеосъемка, либо фотосъемка. Но фотосъемка должна быть понятна, то есть, это должно быть сделано так, что... То есть, в смысле, черт 2-й кг? Да, ну, было понятно, что это фото сделано именно на этом матче. Потому что бывало такое, там, сфоткал одного человека просто так. Да вот, он играл там в этом матче. А с какого матча, может, эта фотка, там, годичной давности. То есть, там, со свадьбой фотки. Да, непонятно. То есть, ну, вообще, конечно, в большинстве случаев, там, 90% все предоставляют видеосъемку. То есть, я не говорю, что это должна быть, там, профессиональная камера или еще кто-то. То есть, на телефон главное, чтобы было разборчивое лицо, да. То есть, он и принимал участие. Все. Если нету фото-видеосъемки, нету доказательств, то я, конечно, отдам на КДК, как бы, ваш протест. Но то, что его примут к рассмотрению, то есть, это процентов 5 максимум. Дальше. Было в прошлом году, я не говорю именно по второй лиге вообще, было очень много необоснованных протестов. Приведу пример. Игра Поливановка-Заря-Почина-Софиевка. То есть, у команды не было заявки, не было паспортов футболистов. КДК засчитало поражение 3-0. Они начали писать апелляции, типа, там, вот, что-то у нас там. Ну, по-моему, тут, как на меня тоже очевидно. То есть, не потому, что я принимаю там сторону Поливановки, а потому, что это очевидно. Если нет заявки, то есть, вы ее не сделали, извините. Для этого сделано в этом году, значит, это здесь прописано, подача протеста стоит 500 гривен. То есть, вместе с протестом вы делаете взнос на федерацию 500 гривен. Но, если вы уверены в своей правоте, контрольно-дисциплинарный комитет ваш протест удовлетворяет, без вопросов эти 500 гривен возвращаются в банк. Если вы решили просто чуть-чуть там поморочить голову федерации и КДК своим необоснованными протестами, они соберутся, они пообщаются, заседают, но 500 гривен остается в классе федерации. В прошлом году такой практики не было. Сейчас же решили. Решили. Без карточек нет. Но, я же говорю, будут моменты, когда просто будут давать основную карточку. Не мне рассказывайте. Хорошо. Допустим, КДК приняло решение не в вашу пользу. Имеете право в течение 10 дней после решения КДК написать апелляцию Владимира Вернандского 23. Апелляция стоит 1000 гривен. Вторая апелляция. Второй больше нет. То есть, решение апелляционного комитета окончательно, а дальше Федерация КПУ Украины. Если апелляционный комитет удовлетворяет вашу апелляцию и, соответственно, то есть, изменяет решение КДК, полторы тысячи возвращаются вам. Едем дальше. По финансовым условиям. Значит, статья 28. Взнос на участие во второй лиге составляет 2500 гривен для команд... Ну, это тут не актуально, но тем не менее скажу. То есть, команда, которая участвует только в Кубке Днепропетровской области, оплата 1000. Взнос. Дальше. Что касается непосредственно игры. То есть, если Кубок Днепропетровской области... Нет. Если вы участвуете во второй лиге, Кубок вам идет бесплатно. То есть, вы бесплатно заплатили и участвуете? У нас акция. Цель по АТБ. А бонусов нету? Нет, бонусов нету. Команда, которая принимает, мы уже говорили, обязана обеспечить полем, инвентарем. Необходимо обязательно дежурство медработника. То, что его не было, опять же, это вина арбитра. Он должен понести за это наказание. Игра просто не должна начаться, если его нет. В отличие от отсутствия профессионального МВС, как мы уже проговорили. Медработника, врача. Вот. И, соответственно, оплатите арбитраж. То есть, все три арбитра назначаются в Федерации футбола областной. То есть, местных ассистентов мы не привлекаем. Стоимость арбитража составляет, ну, тут сумму чуть-чуть округлил. То есть, 450 гривен, это работа, плюс проезд. Это одна в каждого, одного? Нет. Нет, это бригада 450, ну, как и в прошлом году точно. 800 гривен, это заложен здесь в среднем проезд. Да, можно здесь вот эту цифру как бы поменять. Ну, у юбилейного вообще просто 450 будет. Они в городе будут принимать. То есть, ну да, тут сумма как бы усреднена. Вообще, чтобы каждая команда понимала, 450 гривен, плюс проезд по маршрутке. На маршрутке, да? Да, по маршрутке. А если я его могу по железной дороге бесплатно поставить? Если это будет комфортно трем сторонам, не вопрос. А третья сторона кто? Федерация футбола. Еще и Федерация футбола проводить? Да. Поля, даже если нужно, арендовать будем как-то. Значит, ну, опять же, то есть, все команды, кроме ваших, вот, «Айланд Чай» Киева, принимают на своих полях, то есть, они сами решают этот вопрос. Для вас, как бы, суммы как и были, то есть, 400 гривен в дневное время, 500 с освещением. Да. Если договоритесь там играть, допустим. Можно, 400 гривен. Может, не прибыль? За поле? Да. Да, в любом случае вы оплачиваете полностью всю игру. За 400. За 400. За 400. Для вас. И врач на остатке остается 150. Да. Но арбитр у нас не все с Днепра. Не. Криворожский есть. Вот нам Криворожане приезжали по Рожде, да? Да. Да, да, да. У нас Криворожане приезжали с Павлограда. Не, я ж не спорю. Если он приезжает с Павлограда, вы ему оплачиваете дорогу как с Павлограда. То есть, без вопросов. С Криворога. Нет, с Криворога. Да. Пускай КМА ездят, нам дешевле с ними. С Криворога? Ну конечно. Хорошо. И ждем. Дальше. Значит, статья 32. Переходы футболиста. Мы проговорили, что это можно делать только в трансферный период, который мы уже решили. Статья 33. Значит, по новому статусу футболиста-аматора. Как бы, ну, вряд ли возникнет вопрос, но все равно как бы до сведения довожу. То есть, пока футболист считается профессионалом, там играют. Буду, например, и Никополя говорить, да. Он не имеет права играть в команде второй области. Когда человек разрывает контракт, и есть это открепление его. Либо в ПФЛ и на Федерации футболовой карьеры, либо хотя бы для начала у меня. Я там дальше его уже отправлю куда надо. Вступает в силу как бы второе условие. После последней игры в составе команды профессионалов. должно пройти 30 календарных дней. То есть, грубо говоря, он там вышел в последнюю игру. Он играл 23 апреля. 24 апреля разорвал контракт. Но за команду второй или ее власти он может играть только с 24 мая. Ну, то есть, ты сам можешь регулировать заявки. Тебе приносят этого человека. Ты по базе его видишь. Конечно. То есть, где заявлен, то есть, в базе это все видно. Так, дальше. По дисциплинарным санкциям вкратце скажу. Значит, первые три желтые карточки в сумме полученные футболистом в течение всего чемпионата. Человек дисквалифицируется на одну игру. Дальше накопительная система. То есть, следующие три карточки в сумме шесть. Это уже две игры дисквалификации. Следующие три идеи. Ну, количество матчей, я думаю, не даст получить там футболисту 9 карточек. Хотя, как и все может быть. Ну, счет карточек в чемпионате и в кубке идет отдельно. То есть, если там, допустим, у вас футболист получил третью желтую карточку, на следующей неделе вы играете кубок, то он кубок может играть, а пропускает следующую игру, как обычно. Так, едем дальше. По заявочному листу все понятно. Можно оторвать отсюда и, ну, запомнить кому как бы. Если хотите, надо сохранить реглами, то есть, могу отдельно распечатать. А надо прямо сейчас его дополнять, да? Нет, ну, мы же приняли решение, что до второго тура. Второй тур 28 марта. Да, да. Но, если вы участвуете на кубок, на кубок, соответственно, заявка тоже должна быть до 20 марта. По поводу времени хотелось еще спросить. Да. Если мы выехали и хозяин по регламе, то, говорит, вы нас должны подождать. Мы имеем право. 45 минут. Хозяин. Если я полтора часа тарахтел на выезд и еще буду ждать 45 минут. Можно сократить? У меня игрок там где-то заболел или где-то. По всем нормам просто. Ну, это, извините, проблемы шерифа. Ну, а если ты опоздаешь по каким-то причинам? Ну, так нет. Подожди, я приезжаю вовремя на игру. Я еще хозяин, но я не собираюсь. Нет доктора сейчас. Ну да, нет доктора, например. Опаздывай доктор. Вот ситуация, первый домашний матч у Злагода. Когда приехала команда и оказалось, что она приехала в белой форме и Злагода в белой форме. Если бы не было этого времени, они бы успели привезти форму и сыграть матч. Они привезли форму, переоделись и сыграли. То есть ждали, да? Они ждали. Ну, то есть форс-мажорные обстоятельства есть. А это уже нет. Такие хитрости, да? Что там где-то игрок какой-то важный опаздывает. И нужно подождать игрока. Это уже второй вопрос. Но выявить на самом деле эту правду. Почему мы не начинаем игру? Если вы ждали 3 часа, то лишние 40 минут походят. Уже ж заполняются протоколы. Понимаешь? Если игра на 7 часов вечера заполнил. Протокол арбитра в смысле? Ну да. Он внес его. Ну, внес. Он его застали. Мы все. Он держит это. Его нет. Ну, он занялся. Не становимся. Ну хорошо. Тут же есть все. Прописано. Я говорю. Он говорит. А я через 20 минут. Через 20 минут команду построил. То я пока. Я прощал. А выйду за вол и скажу. Да. Ну, цель. Хорошо. Игра на 19.00. Мы час ждем. Не час. 45 минут. Час. 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 У меня пересчетина успела по документах сесть за 40 минут. Кстати, да. Тоже момент. Все. Две минуты я уже шел к отбитру. Две минуты человек бежит. С этого все. Судья остановится. Хорошо. 45. 45 и все. Команда хозяев несет за это ответственность. Они должны это просчитать перед тем, как назначать время. Ну вот назначили на 7. Назначили на 7. Все. Адвиттеры отвечают. В рапорте вопрос выносится на КДК. Процентов 99.9 этой команде засчитывается поражение. Вопрос в том, что команда, которая принимает, должна думать наперед, что команда, которая едет, может опоздать на 45 минут. И все равно они будут нести за это ответственность. Ну а смотри, то есть момент, что 8 начнет и все равно полный матч, да? То есть идет без разницы. Ну в любом случае полный матч. А по 45. Давайте там второй. Такого еще не было в истории. В истории второй лиги в нашей области. Ну будет просто, я не хочу обманчивать, почему объяснять. То есть летом, ну реально там в июле месяце, ну будет же рано. Будет там 40. Да. То есть темненько будет там ну 9 часов. То почему хозяев поля? Да. Они уже сами пусть думают, катаем лучше и шоу. Если команда, которая едет. Должна обеспечить. Должна обеспечить. В регламенте написано. Да, и зоны. Нас интересует зоны. Что-что? Это же идет прямой эфир. 60 минут? Ну да. Прямой эфир. Статья 18. Хорошо, я предлагаю на 45 исправить. Да, давайте. Статья 18, пункт 1. То, что мы проговорили. Не 60 минут, а 45. 18. Да, ничего. Нет, там на 60 минут. Да, есть. Первая строчка в конце. За наявку. 18. Это неявка. Неявка команд. Ярослав. Ну, або спизднание. Або спизднание. Або спизднание. Больше ниже. Что? Каждое следующее. Моя? Твоя. Так. Состав участников, значит, в данный момент, с учетом тех, кто у нас здесь сегодня есть, 16 команд у нас готовы принимать участие во второй лиге. Это Олимпик, поселок Слобожанское, Днепропетровский район, будет принимать в Днепре. Айланд Чайка, село Степное, Днепропетровский район, тоже будет принимать в Днепре. Майсадур, Царичанка. ФК Поливановка, Магдалиновский район. Орион Могилев, Царичанского района. ФК Магдалиновка. Шахтер Першатравенск. ФК Петропавловка. ФК Терновка. ФК Недайвода, Криворожский район. Локомотив Пятихатки. Шахтер Марганец. Виктория Адамовка, Крымичанский район. 1 мая. Ну, не надо записывать. Сейчас будет жеребьевка все равно запишите. 1 мая. Это Маковка. ВДН. Верхний Днепропск. И Титан. Вальнагос. Терновка, Тайм Терновка. На зоне команды. Ну, что потом... Сейчас будет все равно уже ФК Терновка. Потом в календаре уже будем. Сделаем как надо. Значит, исходя из того, что... Исходя из того, что 16 команд, как бы делать 4 зоны по 4 команды, ну, это просто вообще нет никакого смысла. То есть... И я знаю, что многие команды, если узнают, что у них грудь 4 команды, они просто откажутся играть. То есть, ну, это уже вот разговаривал с той же Петропавловкой. Они говорят, если у меня зона не будет... А Петропавловка тут зона? С юго-запад. По разъездам, как бы, чтобы вы понимали, то есть, как я вижу распределение, разделение этих команд на группы. Значит, зону с юго-запада начнем. Это Недайвода. Локомотив Пятихатки. Виктория Адамовка. ВДН Верхний Днепровск. Титан Вальнагорск. Это костяк той зоны запада, да, которой было 5 команд. К ним добавить команду Шахтер Марганец. Не приколится кататься. Марганец, ничего, автобус выделят, ничего страшного там нет. Команду 1 мая, это Маковка. И команду, ну, то есть, вы уже решите сами, либо Олимпик Слобожанский, либо Чайка. И те в Днепре приняли? Да, две команды приняли. На искусственном. На искусственном. И вторая зона, это... А чего разделять? Потому что я не могу команду, грубо говоря, с царичанки вывернуть на ту зону. Кстати, Днепр это вот точка отправления. И если не брать две ваши днепровские команды, то у нас получается 14 по 7 команд в зонах. Значит нам надо ставить выезд один дома. Это уже другой вопрос. Так, вторая зона. Это царичанка Майсадур. Орион Могилёв. Орион Могилёв, да. ФК Магдалиновка. ФК Поливановка. Какой это район? Какой это район? Магдалиновский. Это там до Магдалиновки. Сколько там? 10 километров. Ну это район 120, кстати. Так. Ну Днепр. Ну и три команды с восточной зоны. Терновка, Шехтер-Першитранск и ФК Петропавловка. От Павлограда сколько километров? До Первомайска 45, до Петропавловки 55. Терновка 25. 150, 150, 125. Терновка, Петропавловка. И Петропавловка. То есть по количеству команд, примерно вот, если не брать зону Восток, в которой там было реально малая команда, то есть для зоны Запада и Севера, которые планировались, 8 команд, ну так и осталось. Единственное, что, да, расстояние чуть-чуть увеличилось. Да ничего. Хорошего ничего, конечно. Так, вот эти спонты, вот эти соляры. Если есть у Костя. На дальники пойдете? Нам лучше вот во вторую. Что? Лучше во вторую. Нет, смотри, просто у меня игры попутно еще. А еще раз вот эти команды. Ворота. Чем быстрее освобождаюсь. Днепропетровский район, они играют в Днепр. Дети. Там у нас тоже что играют. На автобусе наш едет все равно с вами. То есть выезд вам, ну, в Днепр один будет? Остальные еще дальше. Только, может, 7 и 9 таких делать? Нет, 7 и 9 делать не надо. Восемь команд нормально. Восемь команд, но это оптимальный вариант. Куда там дальше всего ехать в первой группе? В первой? Запад или как ты сказал? Юго-запад. Да. Так зато, ребята, смотрите, сразу все с одной восьмой начинают. Да. Это мы опять сейчас вернемся сюда. А вы не дай воду. Не дай воду. Не дай воду. Не дай воду. Это где? В Петехатке? Ну, это запад. За желтыми водами. Мало того, там еще такие козьи тропы. Где-то 140. Ну, проще ездить вот в эту зону. Ну, как на меня, из Днепра. Какой? Днепродзержинск, который там сколько? 300. Нет, фиолетово, что та команда, что та будет ехать. Что, группы, группы все или как? Нет. Вот этот список организовался сегодня. Буквально два часа назад. Да, я предлагаю выйти по четыре команды и играть четвертина. То есть первая с четвертым, вторая с третьим и с третьим. Давай первую группу. Ну, просто я хочу сказать, что на сегодняшний момент я не сто процентов не дам. Вот я сегодня ехал к чему-то, что я сегодня не дозвонился к там человеку и все-таки я сто процентов не могу сказать, что я буду участвовать. Потому что я думал, что мы все-таки будет еще Васильков, конечно, не знал Михалыча. И мы так на один круг. Потому что да, у меня денег там есть определенное количество было рассчитано на один круг. Не на один круг, а на наш сезон. Нет, но сейчас, соответственно, их остается на один круг. Соответственно, на один круг, да. Ну, второй круг начнется в августе. То есть, ну да, в августе еще можно... Опять же, я же не буду сейчас, понимаешь, порой. То есть, я должен сегодня, перед тем, как, знаешь, на берегу все решать. Чтобы я не морочил никому потом голову. То есть, вот и все. А если мы начнем с Кубка, а первый тур с 28-го? Ну, это ерунда, на самом деле, да. Ну, это ерунда, на самом деле, да. Ну, это нужно, говорить на 13-го, давай до 13-го играть. Например, ну, и жили тут, чтобы мыть между собой. Суббота же рабочий день, скорее всего. А вы откуда? В Серновке. Ну, то есть нам реально, я посмотрел, я рассказал, с Восьмого сказал эту новость. И как бы я посмотрел километраж весь. Ну, это реально. Ну, вам самое дальше-то будет ехать за ручьян. 150 километров. 165, я смотрел там. Ну, да. 165, я смотрел там. 165, я смотрел там. Ну, да. Во-первых, мне большой момент, что правильно вот даже Сергей, что у нас половина команды, это какой? 90% это шахтер. Ну, я еще вопрос хотел поднять. Вот мы как бы, может быть, да, и будем готовы играть, и хотим как-то играть. Если мне команды с нашей группы, например, скажут, что в июне месяце Царичанка нас примет в субботу, Магдалиновка в воскресенье, я это все запишу, поставлю людям выходные, и мы тогда будем. А если мне Царичанка скажет за три дня до игры, что извините, не в субботу, а в воскресенье, а то у меня не с кем... Ну, это то, что мы проговаривали по... Ну, давайте тогда ставить так, чтобы, например, до вторника, до вторника, уже или до среды первого, первой половины... Им на месяц надо, на месяц. Да, 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 да. Да, 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 да. Шахтер, да. Четыре смены. Ярослав, давай сделаем исключение для команд, которые ограничены полетом и возможностям и за времени, то, что надо серьезный график иметь. Вот две команды будут, которые вот, есть график, ребята, кровь из носу, ковыряйтесь и играйте в это время и все. Ну, две команды, я думаю, что можно уже пойти на уступки и ездить именно по расписанию. То есть один лаве, один... А то мы сейчас будем толкаться... Ну, этот момент можно подключить. То есть сегодня мы делаем жиробьевку, составляем календарь. Завтра вы, я, видим, когда... Ну, когда вы где, с кем играете, я обзваниваю эти команды именно по вашим играм, то есть, чтобы они конкретно сказали, вот там завтра, когда они будут играть именно с вами. И зафиксировать конкретные игры. Зафиксировать эти игры именно с вами. Да, или, или субботу. Нет, да, да, я понял. Вот в эту дату сейчас ты играешь? Да, да, именно с вами. А там уже, когда они играют уже с другими командами, то уже по регламенту, как я обсуждал. То есть это мы сделать можем. То есть Михалыч говорит, что ему вас примет в воскресенье. Да. Там Поливановка говорит, что примет вас в субботу. Да, мы конкретные даты с нами освобождаем людей, и в эту дату мы едем. Да. Если дата меняется, нам некому нет. Ну, она уже просто тогда не меняется. То есть если мы это сейчас принимаем, то есть... этот момент решаем. Давайте пробовать. Ну что, не найдем деньги, снимем как-то и все. Ну, вероятность снятия есть для любой команды, присутствующей здесь, в любом случае. Поэтому тут уже вопрос такой. Понятно, это не желательно, как бы, да, и не хотелось бы этого. Но не первый раз с этим сталкивались, как бы. в курсах тут 세계, continей...